Здравствуйте, дорогие зрители! 19 января по новому стилю Православная Церковь будет отмечать Крещение Господне. Этот праздник не менее популярен, как и Рождество, как и Пасха. Как его надо отмечать правильно? Стоит ли окунаться в прорубь? На эти вопросы ответит Иерей Даниил Гасников, клирик Благовещенского храма города Ульяновска. 19 числа все православные верующие готовятся отмечать один из двенадцатых праздников, то есть важнейших праздников христианства — это Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник был установлен в память того события, когда Христос в водах Иордана крестился от Иоанна Претечи, которого мы еще называем Креститель. И почему Богоявление? Потому что во время Крещения произошло чудесное событие, когда была явлена Пресвятая Троица, то есть разверзли с небеса, с небес сошел на Христа голубь, и прозвучал голос, который говорил, что Иисус Христос — это истинный Сын Божий. Поэтому вот это вот Богоявление, то есть явление Пресвятой Троицы, когда в виде голоса явился Бог-Отец, в виде голубя явился Бог-Дух Святой, и было сказано, что Христос — это истинный Сын Божий. Вот это вот Богоявление, да, явление Святой Троицы, поэтому и праздник этот тоже называется еще Богоявление. В этот день, для многих этот день связан с тем, что мы берем из храмов, то есть освящаем и берем из храмов Святую Воду. Но, как мы знаем, многие знают, Воду освящают два раза — 18-го числа в Навечере Богоявления и 19-го числа. Это произошло потому, что обычно в Древней Христианской Церкви 18-го числа — это был день, когда крестили всех приходящих, входящих в храм, да, то есть кто готовился долгое время, и вот в этот праздник в Навечере крестили всех, кто входил в Православную Церковь, ну, соответственно, освящали Воду, да. Ну и 19-го числа освящали Воду, потому что обычно палестинские христиане в этот день шли на Иордан, ну, соответственно, вспоминали крещение Господне. Поэтому освящаются два раза — 18-го и 19-го. И многие, как бы, немного несведущие, да, люди говорят, что это разная вода. На самом деле вода абсолютно одинаковая. Чин абсолютно освящения Великой Геасмы, Святой Воды абсолютно одинаковый, что 18-го, что 19-го. Поэтому если вы придете 18-го и наберете Святую Воду, да, это будет та же святая вода, что и 19-го. Также вы можете ее с благоговением хранить, освящать свои дома, освящать себя натощак, принимая ее с верой и благоговением. То есть это великая святыня, которой дается каждому христианину. Также, наверное, многие ассоциируют праздник крещения с купанием в проруби. И, наверное, многие сейчас даже и думают, что праздник крещения — это именно купание в проруби. Конечно, эта традиция пошла опять же с того, что Христос крестился в водах Иордана. И у нас всегда люди на Руси были крепкие. И поэтому после службы, когда шли все освящать в память этого события прорубь, то есть Иордань, которая вырубалась на реке, туда многие в память о том, что Христос также окунался, окунались в эту прорубь. И, соответственно, в уже советское время сам смысл праздника как бы ушел, то есть в храмы уже люди не ходили, а вот прорубь, как такое радостное, наверное, интересное, яркое событие, она осталась в памяти у людей. И, конечно, это надо помнить, что церковь не рекомендует, ну, как сказать, не то, что не рекомендует, а не обязывает христиан купаться в проруби. Если человек после службы понимает, что у него есть силы, есть возможность по здоровью, нет каких-то болезней серьезных, он может с радостью и с верой окунуться в эту прорубь, пометуя о том, что, опять же, в водах Иордана крестился Христос. Но если есть какие-то хронические заболевания, сердечные заболевания, то, конечно, не нужно искушать Бога и окунаться, потому что могут быть проблемы со здоровьем. Многие почему окунаются? Потому что есть такое поверие, что если окунулся человек, то смоются все грехи, которые человек совершил за этот год. Но это в корне неправильно. Это, опять же, представление современного человека о том, что существует некая универсальная таблетка всех болезней. То есть сейчас многие люди хотят придумать такую таблетку, чтобы принял таблетку, и все хронические и все другие заболевания прошли. Но все врачи нам говорят, что для того, чтобы быть здоровым, нужно вести здоровый образ жизни или проходить какое-то длительное лечение, или соблюдать диету, или заниматься спортом. Но, конечно, современному человеку не хочется утруждаться, поэтому он мечтает об этой универсальной таблетке, чем, кстати, и пользуются многие шарлатаны. Также и с грехами. Церковь говорит, что от страстей и от грехов нужно избавляться в таинстве покаяния, причащаясь, борясь со своими страстями посредством молитвы, посредством других таинств, посредством укрепления своей воли. Но человеку все-таки хочется как раз эту универсальную таблетку. И в данном случае роль в универсальной таблетке играет вот это вот окунание в прорубь, что окунулся, и все, у тебя прошли все твои грехи. Это, конечно, не так. Вот это тоже нужно всем нам помнить, когда мы будем встречать великий праздник Крещения Господня. Субтитры создавал DimaTorzok